Итак, возвращаемся к возможности философского богословия. Предлагается постараться понять, что такой был Бог, Бог Ветхого Завета или Бог Библии. Значит, у нас по отношению к Библии возможны две резко противоположных, полярных точки зрения. Первая одна из них говорит, что Библия есть мудрость неудивительная, что всякое, все, что есть в Библии, оно свято, оно волшебно, обладает магическими свойствами. Настолько, сколько важны даже порядок слов в предложении или важны количество букв в каждой строчке. Это некий восточный взгляд на текст. В противоположности ему есть некий современный текст, что Библия, то есть это написано древнееврейскими овцелюбами, и все, что написано, не стоит выеденного гроша. По той простой причине, что это было очень давно. Люди были примитивны, не знали ни математики, ни физики, вообще ничего не знали. А все, что могли, это пости овец и заниматься несложным сельским хозяйством. Вот такова ситуация. Как обычно, истина находится где-то посередине. Но тогда встает вопрос, насколько возможно еще философское богословие. То есть, насколько философия может задевать и рассматривать вопросы, которые, быть может, подлежат только одной и только вере. Философское богословие – вещь нечто распространенное. Я напомню, что Бог понимался под ним всегда как као засуе, то есть причина самого себя. То есть некая идея, в основе которой лежит существование. Очень трудно вписать подобное представление Бога в Библию. Я полагаю, что это попросту невозможно. Но все же философское богословие, то есть философская интерпретация Библии каким-то образом возможно тоже. И вот мы попытаемся сегодня этим заниматься. Я постараюсь сделать два шажка дальше в том направлении, в котором, например, двигался и Игорь Зайцев, и Олег Михайлович Наговицын. Вот такова наша программа сегодняшняя. Значит так. Первое. Попытаемся рассмотреть тот простой вопрос о том, кто такой Бог Аврама, Исаака и Якова. У нас и существует первая часть Пятикнижья Моисеева, то есть бытие которое. Там, например, можно понять некоторые представления о Боге, которые прямо противостоят и противоположны законческой точке зрения. Законческая точка зрения говорит о том, что Бог дает человеку список неких законов. Если он эти законы человек выполняет, то он как бы удостаивается доверения Бога. Если он этих законов не выполняет, то безусловно он каким-то образом оказывается потом наказан. Замечу, что принято считать, что древние иудеи, писавшие времен Пятикнижья, первый глав Библии, по всей видимости, не знали бессмертия души, и поэтому нельзя говорить о потусторонней награде за повсюстороннее благочестие. Что предлагает Бог Аврам? Он предлагает принести ему своего сына и первенца в жертву. Это выглядит странно с любой точки зрения. Во-первых, Аврам не видит причин, по которым его могли бы так жестко наказать. За что? Почему? Его первенец должен быть умер в жертву. Второе. Для иудеев того времени человеческие жертвоприношения были запрещены. И это было одно из заповедей Бога. Поэтому, принося своего сына в жертву, Аврам нарушает и некий закон, закон иудеев того времени. Тем не менее, он пытается принести своего сына в жертву Богу. Безусловно, Бог потом эту жертву не принимает, преподносит ему заповшуюся рядом где-то там овцу, и Аврам приносит эту овцу в жертву Богу. Ну, важно здесь понимать, на некоторую другую точку зрения, на которую встает Аврам, который отличается с точки зрения на Бога окрестных племен. Для окрестных племен возможна ситуация торга с Господом. То есть, любым своим торгом, они ему приносят жертву, Господь посылает дождь. Приносит другую жертву, Господь посылает здоровье. Это ситуация некого принципиального торга или сотрудничества. Точно так же Господь дает вам некий закон, об этом чуть позже скажут протестанты, спустя какие-то тысячи лет. И если ты выполняешь этот закон, то таким образом ты будешь обласкан Богом. Почему протестанту нельзя быть бедным или нищим или больным? Да по той простой причине, полагает протестант, что это показывает просто удовольствие Бога. Это означает, что ты не чист перед Богом, и это означает, что тебя таким образом наказали. Именно поэтому возможен стал капитализм. По той простой причине, что люди готовы были накапливать богатство, накапливать средства, но не в качестве чего-то имманентного, для того, чтобы купить то-то и то-то. Это была их форма служения Богу. Она была основана на том, что Бог дает закон, и если мы его выполняем, то есть мы благословим перед Богом, то он нас награждает определенного рода нашими заслугами. Это ситуация торговая, это ситуация торга с Богом. И тем не менее, эта ситуация торга с Богом, она постоянно длится, длится, длится и дошла до наших времен. Если кто-то заболел, ему говорят, да ты сделал то-то, 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 то-то неправильно. Я читал буквально последнее интервью нашей девочке-гимнастке, которая в 20 лет на Брусьях была олимпийской чемпионкой, в 20 лет на тренировке повредила себе спинной мозг и оказалась на следующие 20 лет, она, по-моему, 41 год умерла, парализованной. И она занималась тем, вот эти 20 лет, пока она держалась недвижно, искала грехи, за которые она углава так наказана. И нашла такой грех, какая-то девочка у нее попросила автографа, а та ее в грубой форме отказала. И она решила, что Бог ее наказал за некую вот такую вещь. Ничего подобного в Библии, то есть особенно в первых пяти книгах, мы не находим. Ситуация Бога и человека, она выглядит как-то совершенно образом иначе. А как она выглядит? Выглядит она тем, что есть Бог, Он есть Господин, а все, кто есть перед Ним, они рабы Божии. Это, казалось бы, простой буквальный тезис, который мы понять никаким образом не пытаемся. Мы, по большому счету, жители современного 20-го и 21-го века, забыли, что кто такой раб. Но раб состоит, это не тот человек, который оказывает Богу услуги или Господину своему услуги. Раб – это тот, который полностью лишен какого-то рода зависимости. Господин не дает ему воздаяния. Это совершенно неправильно думать, что Господин дает ему воздаяние. Господин волен с ним поступить тем или другим способом, совершенно произвольным образом. Что не захочет, он и с ним и сделает. Поэтому по отношению раба к Господину возможно две только ситуации. Первая ситуация – это когда раб надеется на милость, то есть Господин даст ему определенного рода милость. То есть окажет, ну окажет каким-то. Либо он страшится некоторого наказания. Точнее, наказания, а чего-то такого, что человек с ним может сделать. Замечательно в этом смысле притча о виноградаре из Евангелия, из Матфея. Там она состоит следующим образом, что и был хозяин некого виноградника. После этого оказалось так, что он нанял себе работников за один динар. И в динаре, да? Как там они в Библии точно стоят. И работники поступали к нему. Одни поработали целый день, некоторые поработали после обеда, а третьи поработали всего лишь час. И после этого он всех собрал и каждому заплатил за динар. И тогда те, которые работали весь день, возраптали. Они сказали, как это может быть. Потому что они работали гораздо больше тех, кто работал один час. Но что им хозяин виноградника отвечает? Я господин. Он действительно господин виноградника. Он делает все, что угодно. Он находится в своем праве. Точно так же для Авраама оказывается эта самая ситуация. Он оказывается перед некой ситуацией, что Бог заставляет его приступить к закону. Но ясно надо понимать, что Бог выше закона. Нет никакого законнического отношения с Богом. Нет торга с Богом. Невозможно. Но тогда хочется заметить, что является сущностью Бога. В данном случае. Как он является господином. А очень просто. Вот представим себе, у некоторого хозяина есть учитель. Который честно, преданно учит его детей. С позиции обычного нашего представления он приходит потом к своему господину. И полагает, что он за то, что он хорошо учил своих детей. Был благочестив и так далее. Его детей. Он за это получит какого-то рода воздаяния. Ничего подобного. Господь, господин может поступить все же с ним угодно. И я хочу заметить. И это очень важно понимать. Это следующий шаг, который я делаю после Наговицына. Он состоит не в том, что сущность Бога открывается здесь. Или господство, или господина по отношению к рабу. Открывается не в том, что он даст ему справедливое воздаяние по трудам его. Ничего подобного. Сущность господина проявляется в том, что пришел учитель, учивший у детей. И хорошо учивший. Он выколет ему глаза и отрубит ему руки. Вот этот странный поворот, который состоит в том, что есть на самом деле Господь. Он может совершенно произвольно, по каким-либо своим причинам, непонятно почему, он может карать и он может миловать. Но очень важно, что сущность Бога проявляется именно в том, что вот он таким образом карает. Ну не карает, точнее, карает и подразумевается некое воздаяние о том, что он так жестко относится к своему рабу. То есть произвольно. Абсолютно произвольно. Да, но есть же другая модель, где Бог понимается именно как бы вступает в отношении на равных с человеком. То есть человек становится его сыном. Это переписывается Новому Завету. Да. Не переписывается, а есть как бы другая версия. Есть версия господина Раб. Да. Причем даже в Новом Завете это отмечено. Да. Не называя вас рабами, а называя вас друзьями. Да, там в этой Евангелии от Иоанна он говорит. Потому что Раб не знает волю Господина, да, а как бы вы знаете волю, да, там, вы как бы, что такое, значит, друзья. Значит, друзья Бога или там сыновья Бога. Они знают волю Господина, то есть волю Бога, да, и действуют, исходя из любви к Богу, то есть как к отцу, как сын к отцу. Ведь сын к отцу относится не потому, что он боится отца, а потому, что он его уважает, потому что он его любит. То есть другое отношение. Так уж тоже возможен модель такой Бога. Да, быть может, но это Новый Завет, я о нем сегодня совершенно не хотел рассказать. Я не говорю, что просто... Я просто хочу сказать, что в Инвангелии, Мальфея же, есть же все-таки эта притча о виноградове-то, о хозяине виноградника. Хозяин виноградника, можешь по-другому уже объяснить, да? Можно объяснить, что Бог действительно из любви, как бы, да, воздает всем одинаково. И тем, которые пришли и раньше, и тем, которые пришли и позже. То есть он не просто... Понимаешь, есть некого рода противоречия между справедливостью и любовью. Да. Если быть справедливым, то надо как делать? Действительно, надо грешников наказывать, да, а праведников вознаграждать. Да, конечно. Но христианский Бог ведь не так делает. Да, не так. Почему-то он призывает, как бы, мы-то или блуднись призывать. Да, совершенно не так. Первые станут последними, да, последние первые. То есть иная логика. Я хочу сказать, что и в Ветхом Завете ситуация, что он поступает не так. Не совершенно не по справедливости. Никакой справедливости в отношении Бога Ветхого Завета, она невозможна. Ему пытаются такого рода приписать, но этого быть не может. Но надо, ну я это просто делаю шажок дальше. И хочу сказать, что в этом самом произволе, то есть вот в этом определенного рода садизме, казалось бы, нечто необоснованное, именно и проявляется сущность Бога. Тогда мы понимаем уже... Древнего Бога. Да, древнего Бога, Ветхозаветного. Мы тогда понимаем вот эту самую ситуацию с теодицеей, то есть с оправданием Бога. Что родился ребенок, детишки его, родители его почему-то возненавидели и держат босиком в холодном сортире на морозе просто-напросто часами. Почему Бог в эту ситуацию не писался? Да не ваш вопрос, какой задавать. Это друзья Иова пытаются убедить Иова в том, что он нашел бы какую-то причину, за что его Бог покарал. Бог его не карал, Бог поспорит с дьяволом, что вот есть у меня раб мой Иов, и он останется верен мне, даже если я его осыплю всевозможными невзгодами. И он оказался прав. И когда Иова спрашивает, Господи, за что, за что, ему идет простой ответ, потому что я господин, а ты рад. Вот и все, такой вот вопрос. И это мы должны... Эта ситуация для нас очень непривычна, потому что мы везде пытаемся найти справедливость или что-то, например, в детских мучениях. В детских мучениях Иван Федорович Кармазов пытается, чтобы ему это дело каким-то образом объяснили. Оно не объясняется. Оно объясняется в том, что я Господь. Что хочу, то и делаю. Пришел учитель, учащих моих детей, любимых детей и так далее. Я вроде бы должен на первый взгляд его отблагодарить, но он раб, а я господин. Я только выкалываю им глаза и отрубаю руки. Вот это. Именно выкалывание глаз и отрубание руки, держание детишек на морозе часами и проявляется сущность Ветхозаветного Бога, как минимум. Потому что как сущное господство. Да, как сущное господство. Любая сущность господства проявляется в том, что Господин имеет право делать со своими холопами что угодно, как там говорил Иван Грозный, да? Срабами, да. И это со своими холопами поступать как воля. Да, да, да. И это именно сущность господства. Это мы распяли Христа? Я не знаю, как распяли, но вообще. Как перейти к Новому Завету, я не очень знаю. Может, Влад дальше подскажет мне. Потому что действительно, говорят, что был Ветхий Завет, после этого дан Новый Завет. Если там был раб и господин, то в Новом Завете получается, что отец и сын. Да. Но ситуация на практике, вот эти самые хранящиеся дети, трехлетние дети босиком в холодном сортире, она продолжается с той поры. Мучаются дети совершенно... Это говорит не о том, на самом деле, что Бог должен мешаться. Может, это говорит просто о том, что, может, Бога никакого нет? Это другой разговор. Но мы предполагаем, что Бог в этом смысле есть. Как тогда, когда... Да, я еще хочу... В вековое время были такие страдальцы, и в нынешнее время такие страдальцы. Я еще хочу заметить, это тоже надо проверить, это богословское утверждение. Вот говорят, что евреи народ Божий, то есть народ избранный Богом. Ну, это понимают, что он типа того, что любимый народ Бога. Но это не совсем не так. Это означает, что у всех племен, быть может, с Господом были какие-то отношения, но какие-то непонятно. А евреи являются рабами Господина. Это того, как у нас были на Руси холопы, то есть рабы и крепостные. Крепостные обладают каким-то неписным рядом прав. Я хочу тоже заметить, что крепостной раб это не одно и то же совершенно. Крепостной человек, который прикреплен к земле. Его действительно там есть некий закон, по которому могут наказывать, но он не является в этом смысле, хотя его тоже можно продавать к земле или без земли, но он не является в том смысле вот этим самым холопом, то есть рабом. Вот такова наша ситуация. Да, это означает, что евреи, избранный народ, это не в том смысле, что они как-то особо любимы Богом. Ничего подобного. Те гонения, на которые Бог их наслал, они говорят, что не совсем он их так и любил. Но в том смысле, что они рабы, а все остальные типа крепостные. То есть у всех отношения с Богом, у остальных народов какие-то другие, а у них отношения господство и рабство. Они рабы, а у них есть господин. Можно же думать, что вообще любой племенной Бог, он по отношению к племени ведет себя как господин. Да вот похоже, что нет. Чего ты как бы еще посчитал, что Бог один как бы заранее? Ну это тоже другой разговор. Да вот похоже, что не так. Похоже, что вот на самом деле, что Бог, что вот это отношение к своему Господу, как к своему Богу, как отношение раба к господину, оно как раз было великим открытием Ветхого Завета. Это действительно было нечто новое. То есть когда появились новые социальные отношения, отношения раба и господина, то они были перенесены на Бога. У вольного охотника отношения были какие-то другие. У него он был тотемный Бог. Ну вот нельзя же сказать, что тотемный Бог индейцев, у которого есть закон, нельзя притракиваться в такой еде, делать такие-то действия. Муратство же было у многих народов. Почему ты думаешь, что один народ возвел отношение Бога и человека как отношение господина раба, а другие народы нет? Ну тогда надо показать источники. Это вершина господства и состоит в том, что господин вольный делать подвластными ему что угодно. Но тем не менее, возможно, другие народы были. Именно поэтому и христианство получило такое широкое распространение, потому что оно установило новый характер отношения к Господу. Дело в том, что Бога же иногда называют царем царем. Да. То есть это как бы опять же модель царства. То есть царь царь это и высший господин. Царь ведь в отличие от этого, от руководителя государства, волен делать что угодно. Да. У него нет никаких ограничений. Да. Да. Но по всей видимости, появление царя на фоне обычного вождя племенного союза какого-нибудь, это было как раз неким социальным новшеством. Видите, я не люблю социальное богословие, философию подводить, но сейчас вынуждены подводить. Тут есть как бы одна... Отсюда успех христианства в мире, где появились цари. Там, где появилась личная несвобода, там появился Ветхий Завет. Есть одна версия, на самом деле, почему как бы есть такой все-таки диссонанс такой, что одни древние общества почему-то жили демократическим способом, а другие древние общества почему-то жили, скажем так сказать, деспотическим способом. Как бы у них были какие-то цари, сатрапы и прочее. Есть версия состоит в том, что некоторые племена были захвачены другими. И вот, как ты говоришь, разница между холопами и крепостными состоит в том, что крепостные в каком-то отношении это с соплеменники. А холопы это захваченные, это периоды войн каких-то там, иноплеменники. По отношению к ним можно как угодно себя вести, потому что нет никакого описанного закона. А по отношению к соплеменникам, даже если ты возвысился, ты не имеешь права нарушить древнее какое-то демократическое уложение. И отсюда и разделение на крепостных холопов. Точно так же и в древних обществах тоже были своего рода соплеменники, понимаешь, а некоторые, видимо, племена захватывали другие племена и обращали их полностью в рабство. И для них, вот для этих захваченных племен, вот эти вот захватчики были своего рода царями, там, господами и прочим. Может быть. Вполне возможно. И очень похоже, знаешь почему? Похоже на египетский плен евреев. То типа это учение, оно появилось в ситуации некоторого плена египетского. И действительно, они были более-менее свободным народом, после этого были уведены в плен и получили некий новый опыт социальной практики, новую социальную практику. Эта социальная практика сформировалась, что появилось некое-некое учение, что они рабы некого господина, Бога. Но для всех остальных это как бы народом было не так для большинства. А вот для них так. Но это мы как бы спустились в феноменологию. А если пытаться это богословски объяснять, как бы считается, что Бог, поскольку Он процентентный, поскольку Он за пределами границ как бы человеческого понимания, Он находится в том числе и за пределами этики, да, которая распространяется только на людей. То есть у нас есть этика, да, мы понимаем, допустим, заповеди Божьи. Но сам Бог эти заповеди на себя не берет, потому что Он по ту сторону всего земного, всего как бы всякого там закона, человеческого перенечения, всякой конечности. То есть Он трансцендентен. Абсолютен. Да, ну абсолютно. Абсолютен. Абсолют не знает различение от того и зло. Да, и для Него как бы вот эти все наши этические нормы не действуют. И поэтому, когда мы пытаемся распространить на Него ту же самую справедливость, мы понимаем, что Бог не тот субъект, по отношению к которому мы можем ее применить. Да, но я-то хочу сделать шажок сегодня дальше. Это правильно. Но шажок, он состоит в том, что все-таки дело обстоит не совсем так. Если бы это было так, то Бог был бы индифферентен к человеку. Пришел учитель, обучавших детей господина. Ну, его надо, можно накормить, его можно одеть, его можно умыть, можно палкать. Но ситуация, она прямо обратная. Тебе пришел учитель, и Господь демонстрирует свою сущность господства как таковую. Ему отрубают руки и выкалывают глаза. Вот такова ситуация. Если брать исторические примеры, то надо так говорить, что строили какой-нибудь храм, и мастера, великолепные мастера, которых едва по Руси набрали, которые просто были золотые руки, для того, чтобы показать волю господина, его не награждали, выкалывали ему глаза и отрубали руки, чтобы он не смог больше ничего такого построить. Видишь, здесь опять проблема. Воля господина была, если бы он просто бы им отрубил руки и выкалывал глаза. А когда говорят, что вы не того, чтобы могли построить следующий храм, это уже не то. Нет, а это, может быть, я подозреваю, что это только обоснование того, что не все так безбережно. Быть может. А может, ему просто руку отрубили, чтобы глаза выкалывали глаза. Вот если бы просто господство показали как таковое, а потом уже... Разницы-то нет, что тебя награждает, что тебя убивает, разницы нет, и в том и другом случае проявляется воля господина. Да, конечно, конечно. Для нас почему-то есть значение. Да, конечно, конечно, совершенно противоположное. И значит, и ситуация, она еще, вот я хочу заметить, вот она именно в этом есть. То есть принципиальные акцентации на несправедливом. Вот если бы... Это человек акцентирует, не может. Вот если бы, вот как говорит Булат бы, абсолют лишен внутри себя развлечения на справедливое и несправедливое, то, ну вот это было бы реальным положением дела. Вот лишен и все. А идет именно акцентация на несправедливости вот на этой. Что... Подожди, вот опять же, есть ситуация с Йоом. Да. Йофф возобил. Да, как бы, потребовал справедливости. То есть он, на самом деле, стал в позицию, как бы, что и на Бога справедливость должна распространиться. Раз он учредил этот закон... Нет, Бог не справедливости потребовал, он потребовал объяснение. Ну, как бы, это и есть потребность... Это не одно и то же. Это не одно и то же. Потребовал... Друзья Иова пытались ему указать на то, что здесь тоже есть справедливость, которую он не понимает. А он потребовал противоположной ситуации. Он потребовал объяснение просто-напросто. И Господь снизошел к нему и объяснил эту ситуацию. Потому что я творец всего сущего. Я господин, а ты раб, другими словами. Поэтому я вот с тобой так и поступаю. Захочу, завтра у тебя будет... То есть он не должен перед тобой учитываться, короче? Не должен перед тобой учитываться, нисколько. И это Йофф, как бы, посчитал, что этого достаточно? Да, да, на мой взгляд, да. Я вот эту картинку правильно понимаю. Но я хочу заметить, опять возвращаюсь. Не в том, что вот этот шажок, который почему-то Олег Михайлович, например, или Киркегор, они не делают, что когда Бог есть просто абсолют. И он лишен в себе насправедливое и несправедливое. Но Бог проявляет себя как чистое господство. А господство состоит в том, что он принципиально акцентирует внимание на своей несправедливости. Вот нету никакой потребности заставлять Авраама приносить своего первенца в жаль. Ну нет, ну его вот заставляют. Точно так же и все остальные случаи, которые разберутся. Господство, чтобы проявить себя как господство, должно непосредственно как бы действие проявить. Да. А не просто быть господином, как индиферентом. Да, 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 да. Вот господин поэтому, настоящий Бог, он обязательно должен убивать маленьких детей в ситуации очевидной их безвинности. Вот обязательно в этом сущность его господства. И точно так же он должен быть совершенно незаслуженно каких-то уродов награждать незаслуженным богатыми этими штуками. Совершенно. В этом проявляется сущность его господства. На самом деле в этом проявляется сущность произвола, конечно. И он мог бы не убивать своего ребенка? Ну я же... А сказать, что типа, ты мне не бог и все, и жить дальше? Что его заставило убивать? А ладно, ну вот он, да, потому что он настоящий раб своего господина. Он настоящий раб не будет спрашивать, почему господин хочет совершить над ним нечто неслыханное. Это как бы несправедливое, запрещенное. Ну во-первых, не над ним, а над ребенком. А ребенок это немножко другое. То есть он фактически измывается не над самим Авраамом, а через Авраама. Если Авраам праведник, над ним тоже? Да, и над ним, да. Это его сын первенец, которого он долго ждал. Он там вместе с Савей был очень много лет уже. Так я говорю, а что мешало Аврааму не выполнять этого требования? Просто не выполнять и все сказать. Потому что он раб, потому что он раб. Потому что раб не может не выполнить волю господина. Потому что в правдивном ситуации, ну видимо, там, как бы его бы уже и не было. То есть ситуация, когда крепостной недоволен своим боярином и в юридень уходит, или несет царю, заступнику, челобитную, она невозможна для раба. Для раба это вот... Тут нам еще это странно, странно это себе картину представить, но... Почему тогда он заменил ребенка этим самым... Ну, Господь потом. Зачем? Господь. Ну, простил его. Посмотрел на него и простил. Ну, что очень хорошо. Что... Оказал ему милость потом. Зачем? Просто оказал милость. Это же как раз идет противоречие с тем, что ты говоришь, что он должен принципиально... Потому что Господин не торгуется. Помнишь, там ты пример приводил, что он не торгуется? Он просто либо награждает, либо милует по своей сути, как бы, в силу своего произвола. Да, Господин не торгуется. Господин не торгуется. Это же не эпизод реальный, который описывает, как вам случится. Это притча. Притча о рабе. Как раб должен действовать. Даже если это противоречит его личному представлению, противоречит всему, всей его жизни. Понимая праведность, справедливость. Как раз эта история говорит о том, что если ты раб, и следуешь требования своего господина, то ты получаешь благость от него. Нет. Ну, как нет? Ребенка пощадил, пощадил. Ну, где же благость? Ну, до этого тебе показали, что ты с ним сделаешь. Ну, неважно. Да, но это не говорится о том, что если ты выполняешь произвольные требования своего господина, то ты будешь благ. Неизвестно, Господин. То есть вот тебе причина, если... А в другой ситуации? Тут как раз вот нет этого слова. А Игорь говорит, в другой ситуации, он отрубит руки там и выключит глаза. Понимаешь, в другой ситуации? В другой ситуации нет. Примера другой ситуации нет. Всегда надо понимать, что у нас, когда мы сталкиваемся с Господом, всегда это очень травматичная ситуация. Травматичная такая. Всегда ты приходишь перед Богом, и ты не знаешь, что с тобой сделают. Я так хотел заметить, что есть два понимания господства, как бы мы сейчас обсуждаем. Есть действительно господство, как ты говоришь, абсолютно невоздержанное. То есть абсолютно неограниченное. То есть абсолютно произвольное. То есть господство, которое просто само... Как стихия, которая обрушивается просто, да, и всегда катастрофично. Всегда с последствиями, как бы, для того, кто в эту стихию попадает. А есть другое господство, да, которое понимается как... Ну, как вот нечто запредельное. То есть как трансцендентное. Которое не обязательно, что оно обрушивается. Когда мы сейчас обсуждали два смысла Бога. Вот ты правильно, что есть Бог, который просто приходит и обязательно настаивает на своем господстве. Ну, просто, ну, тут есть такой момент, что настаивание на своем господстве есть своего рода, как бы, как бы, некоторые неуверенны в том, что это господство принимают. А я могу обещать. То есть я настаиваю на господстве, значит, я думаю, что они могут не принять моего господства, раз я настаиваю. Да, да, да. Вот очень правильно, я тоже об этом хотел сказать. Вы смотрите, какова у нас ситуация. У нас главная посылка состоит в том, что человек свободен. Человек свободен, но, тем не менее, он относится к Богу в отношении господства и рабства. Вот именно, это вот странная, странная штука, поэтому я говорю, что это не просто такие овцы любые. Это сложно, это весьма построение. Он свободен, а свободен он по той простой причине, что Бог к нему приходит и настаивает на своем господстве. Вот как. Это является следствием свободы. Если бы он был индиферентен, то тогда нельзя было бы говорить о человеческой свободе. А тут мы можем говорить. Человек, с одной стороны, абсолютно свободен, с другой стороны, он раб. И это вот странное и очень высокое понимание человека, которое нам демонстрирует Библия в своих первых страницах. А второе понимание господства, когда Господин так уверен в своем господстве, так он уверен, что на самом деле его не могут ослушаться, что невозможно его обойти, избежать, перехитрить, что он на самом деле не делает ничего, он не совершает никаких действий. Он просто находится в своей стихии. Ему не надо доказывать, что он господин, он абсолют, он запределен, он трансцендентен. Своим бытием существует как некого рода границы нашего. Ну как бы это он, как творец всего сущего. И более того, даже если бы он вмешивался в нашу конечную жизнь, то он сам бы становился вот этим конечным, ограниченным и прочим. То есть он сам бы себя как бы унижал. Но он не вмешивается в эту жизнь, и поэтому совершается злодеяние, поэтому совершается несправедливость. То есть он как бы просто стоит над ситуацией, как вот тотальность, да, некая трансцендентная тотальность. И как бы уверенная в том, что вот она выше всего, уверенная в том, что ее должны почитать, ему должны молиться, ему должны это воздаяние подавать. То есть иное понимание абсолютности. Потому что я подозреваю, что вот это иное понимание абсолютности, это иное понимание того, что такое господин. То есть в древнее время господин постоянно доказывал, что он господин. Выходил и бил по головам, я господин, вы меня слушаетесь. А потом господин настолько отошел от этой простой такой жизни, что ему уже не надо было до этого доказывать. Он просто царил, как какой-то полубог, как в Римской империи. Как бог, почему? Не как полубог, как бог. Ну как бог, царил как бы на ситуации, и он уже ничего не доказывал. Все уже изнутри знали, что так и должно быть. Что совершается злодеяние, что совершается несправедливость, ну это как бы воли вот этого господина, который для этого ничего не делает. И начали искать причины. Да, но я-то хочу сказать, что Библия всем своим текстом доказывает, что как раз он является господином в первом смысле. То есть все время он настаивает на своем господстве. Неуверенный в себе. Ну нельзя сказать, что он неуверенный в себе, просто произвольный. Он постоянно в этом смысле в жизни своих рабов вмешивается. Постоянно. Как будто казалось бы, если он вмешивается, значит ему эта жизнь важна. Значит он не может без них. Если я постоянно, условно говоря, это соотношусь с рабами, я в каком-то смысле сам становлюсь рабом, как Гегель говорит. Почему? Потому что я как бы вхожу во все подобности рабской жизни, там рабовку нячу с этими рабами. У меня вся моя жизнь превращается в рабскую. Я только вижу, что содержание перед собой рабское. Да, да, да. То есть я сам не отличающее от раба. Потому что даже если он постоянно доказывает свое господство, но он доказывает его рабам, он не видит ничего вокруг себя. Да, это правильно. Но я хочу сказать, что нет возможности избежать вот этого представления о Библии. Вот именно так. Господь и господин постоянно вмешивается в жизнь рабов своих, все время доказывают им свое господство. Вот так. Да. Избежать этого нельзя, ни в том случае. А более высокое, как мне кажется, Олег Михайлович пытается заявить, хотя это не соответствует на самом деле. Не соответствует тексту, да. Да. Это вот такая тотальность и такой абсолют, который индифферентен. Он как бы за пределами справедливости и несправедливости, за пределами наших конечных каких-то понятий и понимания добра и зла и прочего. И он царит. Он ничего не делает. Понятно. Но царит-то я таким образом хочу сказать. Вот, но получается, что его господство, оно субстанционально не проявлено. Да. Оно субстанционально проявлено только в том смысле, что мы как бы сами считаем, что действительно мы конечные и есть некая абсолютность, которая, ну, как бытие. Я есть он тот, я инсущий, и все. Да. А я, а здесь они вот приходят к нему, и вот Авраама спрашивает, где ты? А ему Бог спрашивает, а он говорит, вот я, вот я. Да. Вот я, я пришел сюда. И вот это очень забавная вещь, вот как вот такое понимание Бога, что его господство, оно субстанционально проявлено. И понятно, что он не свободен, потому что в этом смысле, в каком-то смысле, да, потому что субстанциональность его дана как наличная. Субстанциональность дана как наличная, и таким образом оказывает, ну, и мне вот и царение это тоже особо не нравится. Но я хочу заметить... Просто можно дальше шаг сделать, да, дальше шаг идет Бог как Отец. И Бог как Отец обратно возвращается, это к людям, но только уж со знаком плюс. Когда он был господином, он должен был постоянно свое господство доказывать, как бы, постоянно по головам стучать, да, как бы, постоянно всех мучить. А когда он возвращается как Отец, теперь он, как бы, обратно, с плюсом возвращается. То есть теперь он в вечной заботе возвращается. Он точно так же унижен, то есть даже на крестерне спят. Точно так же унижен, он точно так же, как бы, это прими, придите ко мне, типа, да, я стучу вам, отворите дверь. То есть вот как нищий, как раб. Это не Бог, это говорит Его Сын. Ну, как бы, Христос... Поэтому, возможно, и разделение произошло Бога на Сына. Подожди, мы пока в благословские тонкости входить не будем, но в каком-то смысле, как бы, Бог теперь понимается в это, как это называется, в взраке раба, да, пришел, как бы, Бог уже, как бы, уже в обратно, то есть униженный Бог пришел, да, уже иное взаимоотношение, то есть он, как бы, пришел просительный. Не Бог гневный, да, не Бог, как бы, господин, а Бог, как бы, раб, обратно, перевернутая ситуация. То есть он какое-то время царил, или, скажем так, вот это царение, скажем, это просто некого рода момент, в который надо понять, что бывает, вот, постоянное внедрение, постоянное доказывание своей господства, есть некой момент трансцендентности, который, в принципе, может быть индифферентный. Есть другой момент, когда Бог уже не индифферентный, но приходит уже в взраке раба, то есть уже, как бы, об обратной, просительной ситуации, придите ко мне, типа, вот, и вот стучу, отворите мне, типа, да, вот я там, как бы, там. То есть обратная ситуация. Не получается, что действительно, здесь вот есть некого рода перевернутыша. Я про Новый Завет ничего не могу сказать. Я вот просто хочу сказать, и все, что мне не попало бы сегодня, я хотел сказать, это сделать вот этот шажок, что он у того, что господство проявляется, как субстантное нечто. Вот, и в этом, в этом, в этом смысле, оказываются... А теперь как в христианстве, там, наоборот, рабство становится субстантным. То есть Бог, как раб. То есть Бог, как подчиненный, в каком-то смысле, как бы, просящий, как бы, обращенный, никакого рода в просительности, да, к людям. То есть в каком-то отношении Бог распятый на кресте, это же немыслимо. Я ничего против этой интуиции. Страдающий Бог. Нет, я просто имею в виду, что, как бы, если, я же не приглашаю себя всю интуицию развернуть, я имею в виду, что в твоем перевернуши Бог, как господин, берет по головам, и Бог, как вот, как в зраке раба, как распятый. Да мне-то как раз кажется, что Бог, как в Нового Завета, как распятый, как в знаке раба, действительно правильно. В зраке, в зраке, в виде раба, значит, в зраке раба. Он, по большому счету, правильная интерпретация Нового Завета. Я просто не справиться не могу. Действительно, это похоже на правду, да? Да, да, да. То есть, как это перевернуть, и как понять Бога, как у пришедшего в форме раба, не очень понятно. Ну, может, кто-то другой попробует. Я ведь не могу с этим прямо сейчас справиться. Нет, тут на самом деле есть такая версия богословская. Она состоит в том, что в свое время, как бы, Бог потребовал от Авраама, чтобы он убил своего сына. И есть такая богословская версия, что тут произошло следующий перевернуть, что Бог нельзя совершить такого рода либо действия ни на небе, ни на земле, не совершив, как бы, ему обратное, да? Не вернув должное. И Бог, как бы, возвращает должное. Теперь Он посылает сына, Он закладывает сына. Да, но это уже фарисейская история. Ну, нет, подожди. Это уже указал, как зуб за зуб. И дело не в этом, на самом деле. Дело состоит в том, что... Него оказало указано зуб за зуб. Дело не в справедливости, а дело состоит в том, что Бог, как бы, когда что-то делает, Он, как бы, в силу своей справедливости, это, как бы, понятие справедливого Бога. Да, это понятие справедливого Бога. Да, он возвращает долги свои. То есть, Он говорит, что вот Авраам послушал его, да, как бы, подложил сына, хотел его убить, да, и не поколебался. И теперь Бог тоже должен не поколебаться, как сына распинали, он же мог в любой момент спуститься с громкими молниями, условно говоря, и всех там просто разбросать и спасти, но он ничего рукой не двинул. То есть он точно так же заложил сына своего, точно так же, как Авраам, и был готов на суд человеческий, наоборот, перевернуть ситуацию. Вот почему я говорю, что в раке раба он явился, то есть он готов, вот давайте судите, иная ситуация. Зачем это нужно было? В каком-то смысле это нужно было для выравнивания ситуации, чтобы теперь человек и Бог выровнялись в отношении. Не так получилось, как господство, что Бог всегда господин, а вот через ситуацию перевертыша, где Бог выступил просительно, где Бог выступил как раб, или Бог дал возможность людям проявить себя как господин. Да, он выровнял ситуацию, и теперь только возможно новое начинание, когда Бог и человек выступают на равных, как отец и сын. Только после того, как Бог выступил как раб, сам стал рабом. То есть вот Бог стучал по головам рабу. Теперь сам пригласил, сказал, давайте я тоже раб, стучите мне. У Христа распяли, да, как бы его сына распяли. То есть ситуация выровнялась, да, как бы справедливо восторжествовала, и теперь как бы после того, как вся ситуация выровнялась, можно начинать новые отношения, да, с сыном и отцом. Да, совсем другое. Нельзя было как бы, будучи господином, вдруг сказать, что-то я как бы был господином, а давайте я сейчас буду отцом. Да, мне не нравится то, что это опять вызывает к идее справедливости. Ну, я не знаю просто как бы с идеей справедливости, но как бы зачем иначе, когда симметричные отношения. С другой стороны, вот смотри, опять же, если взять начало Библии о грекопадении, то есть один как бы человек, да, он нарушает заповедь Божия единственная, да, там не ешьте плодов, там дерево, опознание на вразах. Падает, как бы проходит какое-то время, и один же человек, Иисус Христос, Иисус Христос, он ведь и Бог, и человек, он как бы безгрешный, он возвращается в лома, да. То есть один человек падает, и все человечество погружает в этот мрак греха, а один человек их спасает. То есть везде как бы вот есть некая рода вход и выход. Точно так же и с Авраамом, когда Бог требует у него убить сына. Есть вход, но должен быть выход. Я не знаю, может быть не надо слово справедливости здесь употреблять. Дело не справедливости, а дело в том, вход и выход. Один человек начинает историю человеческого грехопадения, один человек ее возвращает и становится... Человек, это Иисус Христос, да, который становится как бы совершенным человеком, совершенным человеком, совершенным Богом. По своей человеческой природе он спасает всех людей. А это сначала один человек принимает как бы вызов Бога, ведь это вызов Бога, Бог говорит, убий сына. То есть нарушишь все предписания, которые я тебе говорил, все, то есть нарушишь внутреннюю свою логику, нарушишь справедливость, как бы, нарушишь это свою, как бы... То есть выйти за пределы... Выйти за пределы своей любви, да, как бы, все, что только можно, все надо было взять и бросить на алтарь, как бы... И точно так же Бог говорит, вот, сын мой, как вы поступите, типа, я не буду ничего делать, как вы решите, так и будет. Они решили распять и распяли. То есть вот это вот как бы вход и выход, вход и выход. Ну, хорошо. Не знаю, может быть, не обязательно здесь слово справедливость употреблять? Ну, завершенность. Завершенность. Да, я говорю, это цикл завершенности. Завершенность, да. Есть вход в историю и выход из нее, да, спасение. Есть, как бы, вход в ситуацию господства и рафта. Есть и выход из нее, как бы, обязательность, получается, что и Бог должен был предложить своего сына на заклане. И так далее. Нет ничего в этой... Это, на самом деле, логика в чем состоит? Нет в этом мире никаких действий, которые не имеют последствий. Не мог, не может... Даже Бог... Одностороннего не может. Да, нет, нет, нет односторонней ситуации. Вот ты рассказываешь, что сейчас якобы односторонняя. Да, односторонняя, да. А тут, получается, что нет. Да, но тогда у тебя, получается, что некий закон, ну, в смысле, закон природы, да, или закон божественного промысла, стоит над Богом. Вот в чем дело. Нет. Нам уже не трактовать это как закон. Может, трактовать это как некого рода, что... Ну, неужели Бог такой бездушная машина, это, это, баал, который просто направо и налево рубит, так, как это, велья. Это как там называли-то там, это, молох-молох. Да. Ну, не молох же. У тебя, получается, Бог, это молох. Да. Бросайте детей, как бы, в эту печку, там, ради меня. Да, да. Ну, так это представление о Боге. Это ужасающее представление. Если в основании мира стоит такой Бог, значит, ты не хочешь в этом мире жить просто. Ну, ветхозаветное. Да, я понимаю, да, что ветхозаветное, такое кровавое, такое, это, садистическое такое представление. Как вообще этот мир существует? Но и хочется этот мир, как бы, все-таки облагородить. Ну, мало ли, что кому что хочется. Нет, ну, поэтому и возникает ситуация, что обыгрывается. Потому что порядок земной и порядок небесный, это один и тот же порядок. Сначала что-то совершает, сначала на земле, как бы, совершается понимание ситуации. Потому что были на земле такие господа, которые, наверное, на правый нарывы резали и там убивали, и не считались ни с какими-то законами, там, какими-то правилами, там, прочее. Были, то есть, те господа, как ты говоришь, как молохи, да, приходят, убивают и все. То есть, мир был вот такой, вот, совершенно беспредельный, совершенно произвольный. Как образец может нейронов? Постепенно, как бы, все-таки, произвол был все-таки остановлен каким-то способом, и все-таки, как-то ограничит какие-то, какое-то русло все-таки пуще. И возникло все-таки понимание, что даже если господин он и господин, он все-таки не беспредельщик. То есть, у него есть какие-то, то есть, он тоже соотносится с какими-то предписаниями, с какими-то нормами. И вот этот предписывающий нормой, это означает, что и Бог справедлив. Не так, что Бог произволен, но и Бог справедлив. Это вторая стадия, в которой царящий Бог. Он справедлив, он и есть сама справедливость, которая как учрежденная. То, что он и карает, и награждает вас, исходя из справедливости. Вторая стадия. А третья стадия, как я говорил, что Бог уже и не справедлив, он уже как бы просто забота и любовь. И он даже свою справедливость, как я про притчу говорил, что вознаграждает наемников, то есть, и тех, которые весь день работали в поте, и лица там, и те, которые одни сейчас работали. То есть, он уже опять лишился справедливости, но он теперь бесконечная забота. Он постоянно как бы вознаграждает уже, как бы, исходя из того, что он к людям обращен как отец к детям. Тем самым он дает большую свободу детям своим. Опять же, вот... Людям правило выбирать, работать весь день или работать только час? Нет, смотри, опять же, вспомните притчу о забудшем сыне. Сын, два сына было, да, один сын как бы был. Получили от отца как бы наследство, один его пропил, там, там... Да, прогулял, прогулял, а другой как бы остался при отце, и поте лица продолжал работать, слушаться его, да. И когда сын забудши возвращается, отец устраивает ему праздник, закалывает там телетка, там, да, там, типа, у нас теперь праздник. Вот тогда вернулся сын, которого там, это пропал, там, типа, там, как бы, нашелся, вот, давайте устроим праздник. Приходит сын второй, который постоянно его слушал, да, говорит, отец, говорит, я вот, говорит, всегда был при тебе, как бы, никакое, там, наследство не пропивал, ничего, там, типа, не прогуливал, и тем не менее, ты никогда не устроил, хотя бы барашка была на праздник ради меня, ни за кого. Что ему отвечает отец? Ты и сын всегда со мной. А тут пришел, как бы, другой сын, который исчез, но вернулся, да, как бы, это праздник. То есть, опять же, несправедливо это. Но несправедливо так, как это, вы знаете, или помните про сто овец, да, когда теряется одна овца, он бросает девяносто девять от вец, чтобы найти ту, одну. Хотя эти девяносто девять, тем самым подвергаются бесконечному риску, что с ними-то будет? Конечно. Опять несправедливый Бог. То есть, везде идея несправедливости, но другая, не идея, где он произволен, а идея несправедливости, в смысле, потому что новая идея, идея любви. Как бы, что Бог это любовь, Бог это, как бы, бесконечная забота. Что каждый день его царят. Хотя это, как бы, феномиологически не оправдывается, да, в жизни. Не оправдывается. То это, на самом деле, желаемость, естественно, и правильно говорит, что хочется видеть в мире, чтобы Бог был такой. Да, поэтому, как бы, еврейская точка зрения, она, как бы, выглядит более обоснованно. Она обоснованно выглядит. Не было никакого нового завета. Отсюда ведь и те децеи, ведь отсюда возникает, когда ты смотришь и думаешь о таком христианском Боге, ты не понимаешь, а как вот это все зло, которое творится вокруг нас, как его оправдать? При таком-то заботящемся Боге. Да. Как оно вообще возможно? Никак не обоснованно. Отсюда эти децеи вообще сама возникают. И до этого не было никакой проблемы эти децеи. Бог действительно, что хочет, то и творит, что он. Правильно? Да, он господин. Либо он господин творит, что хочет произвольно, либо он господин справедливый. Да, вот это трансцендентное. Он по справедливости действует. Раз ты наказан, значит, есть какая-то причина, вот как с твоей девочкой гимнастской, что она наказана. Это второй Бог. Да. А есть третий Бог, заботящийся. Как вот он умещается? Вот его никак не оправдать. Если смотришь на нашу жизнь, да, если смотришь на феноменологию нашу, нету такого. Нету, нету. Поэтому как бы иудейская точка зрения на Бога, если он есть, то она более правильная. То есть еще я хочу заметить, что во всей этой иудейской точки зрения нет личного достижения. Потому что нет заслуги твоей, за которые ты мог быть награжден. Есть только любое твое действие, любое наказание, любое благо, которое тебе причиняется, но тобой не заслужено. В смысле, второе господство, когда Бог появляется справедливостью, такая заслуга есть. Да, фарисейское иудейское, вот некая первоначальная точка зрения. Это фарисейское, наверное. Да, второе фарисейское. Когда, типа, богатство есть следствие твоей заслуги. Да, протестантско-фарисейское, я бы назвал. Богатство заявляется следствием. А здесь как раз прямо наоборот, здесь совершенно произвольным образом. Бог взял, Бог дал, все. Ну, это как вот Иома, он так же говорит, Бог взял, забрал. Иом же ведь на самом деле сразу согласился с этим. Бог взял, Бог дал, Бог взял. Да, да, да. Он сразу ведь согласился, даже в этом. Вот еще важно понимать, что в этом Боге, который является субстанцией господства, и ничего более, в нем нет личной заслуги человека, ни за что. Он не в состоянии ничего-то не добиться, ничего как бы сам сделать. Значит, поэтому Бог стихия господства, просто стихия, чисто стихия господства, которая царит и все, как бы уничтожает, и что хочет делать. Да, конечно. То есть, вот такое, такое достаточно сложное понимание, которое окрестно племенам, людям окружавшим, создателям Библии, по всей видимости, было сложно добиться. У них все-таки Бог это с тем, с кем можно вступить в переговоры. То есть, это означает Бог как справедливый. Да. А с Богом, который является просто стихией господства, с Ним нельзя... Только я считаю, что это более древний, более, как бы, низкий уровень Бога. Ну, не знаю, я не уверен. Бог тогда получается просто стихия, как вот ветер, понимаешь? Да, нет, ну, это не совсем же стихия, он же все-таки личный Бог. Почему? Господин же он личный. Здесь очень важно понимать, что и та, и та сторона одновременно принятого свободного. Ты свободен, но ты раб. Он свободен, но он господин. Вот это очень и очень сложная точка зрения. Потому что у окрестных пулемет, по всей видимости, о свободе, как таковой, речи не было. Есть некий закон, и мы ему подчиняемся. Если мы его не выполняем, нас наказывают. Здесь нет свободы. А если выполняем, вознаграждают? Да, то у нас накаждают. То есть, как раз вот эта точка зрения, она выглядит более наивной по сравнению с тем, что ты свободен, но ты раб. Вот мне кажется. Поэтому иудийский Ветхий Завет, он действительно был новым откровением совершенно. Причем, на самом деле, что интересно, как бы защита твоей точки зрения, что если бы не было вот этого произвольного Бога, то тогда и не понять Бога как заботу. Да, не понять. Потому что он как раз возвращается в неком смысле обратно в эту ситуацию произвольности, но теперь с другой стук, с плюсиком просто. То есть, там чистое господство, а здесь как бы чистая любовь. Да. Которая опять же несправедлива. Быть может. Которая опять же вознаграждает непонятно за что, понимаешь. Любит какие-то мытери там, какие блудни из каких-то там. Но практика, на которой иудеи совершенно правильно показывают, она христианскую точку зрения не подтверждает. Да, это да. Войны, беды, дети, пытаемые, убиваемые различными способами, не подтверждают. То есть, иудейская точка зрения, она оказывается чрезвычайно разработана. Поэтому к Библии, особенно к первым пяти книжам, можно только отнестись с высочайшего образа уважением и почтением. И вот она вот такая. Но что еще важно заметить, нигде нет представления о том, что Бог есть причина своего себя. То есть, некая сущность, причина которой находится в идее, которая содержит в ее существовании. Но нельзя. Нельзя поэтому богословскую традицию позднего уже времени, нового времени каким-то образом распространять на Бога христианского или на Бога иудеев. Все. Спасибо.